Это все сделано из пахлавы, флаг, ататырк, султан, чайочек турецкий, плюс свою любимую шоколадную пахлаву. Сколько видов сыров, колбас, закуски. Подземельная мечеть. Вот здесь вход. Первый раз в таком месте нахожусь. Темно. А сейчас я пришла в свое любимое место. Называется Харакёй Глёвлэ. Находится в районе Харакёй. И взяла себе, посмотрите, чайочек турецкий, плюс свою любимую шоколадную пахлаву. И сегодня праздник, байрам. И они приготовили симиты. Вот называется Кандил Симит. Вот эта пачка стоит 22 лиры. И за все у меня вышло, посмотрите, 39,90 лир. Чай плюс 2 пахлавы и вот коробка Симита. Я уже несколько раз здесь снимала. Находится это место Харакёй. Набережная здесь рядом. И здесь очень вкусная пахлава. Особенно мне нравится шоколадная, моя любимая. Плюс буреки, перекусы, почи. Сейчас сниму еще вовнутрь, зайду, зал сниму. И здесь вот так вот постоянно очень много людей. Мест совсем нету. И сейчас ко мне подсели вот парни. У них также чай и пахлава. Здесь вот у входа находятся симиты. Мини Кандил Симиты. И вот здесь вот первый зал. Есть также на улице столики. И сейчас хочу немножко показать зал. Здесь касса. Место называется вот Харакёй Голюовла. Это все сделано из пахлавы. Флаг. Ататырк. Султан. Я здесь уже снимала обзор. Просто вкратце покажу. Здесь вот витрины. С пахлавой. Но здесь очень вкусная. Возможно, самая вкусная в городе пахлава. И разного вида. У них есть также пахлава для веганов. Также безглютеновая пахлава. Без сахара. Сахарозаменитель. То есть, полезная пахлава. И обычная. Цены вот можете увидеть. За килограмм. Вот, например, с грецким орешком. 178 стоит. С фисташками. А вот для диабетиков даже есть пахлава. 206 лир за килограмм. Вот цены можете увидеть. Здесь витрина. Также вот здесь витрина. Шоколадная пахлава. Вот самая вкусная. Ещё можно рядом с пахлавой взять либо сметану хаймах, либо мороженое. И получится очень вкусно. Шоколадная стоит 36 лир за 4 штучки. Вот, кстати, сметана свежая. В Турции совсем другая сметана на вкус. Она совсем другая. Смотрите, и здесь коробки с симмидами. Вот такие вот мини симмиды. Здесь есть буреки, поча, вот булочки. А цены на бурек. Здесь разливают чай. А, кстати, здесь ещё можно набрать воду. Вот стаканчики. Бесплатная вода. Так выглядит это место снаружи. И сейчас прогуляемся здесь. Рядом здесь находятся намли, завтраки турецкие. Сейчас также посмотрим. Это место я уже не один раз снимала. И очень советую, если вы здесь попробуете пахлаву, то потом уже в других местах перестанете признавать. Потому что здесь, ну, очень вкусно. Возможно, вы знаете другие места, где также имеется вкусная сладкая пахлава. Напишите, возможно, я не знаю. Мои подписчики знают. Напишите в комментариях. И здесь вот подают турецкие завтраки. Сейчас пройдём повнутрь. Здесь также столики вот на улице. И здесь вот первый зал. И здесь уже витрина с завтраками. Здесь вот люди вот так вот подходят. И выбирают всё, что им нравится. Им накладывают на тарелочку. Сколько видов сыров, колбас, закуски. А вот горячая еда. Здесь готовят яичницу. Вот приготовили яичницу. Популярное место для завтраков. Всё свежее. Сейчас дальше пройду. Здесь вот выпечка, хлеб. Здесь оливки. Колбасы. Салатики. Варенье. Соусы. Йогурты. В общем, сам себе набираешь турецкий завтрак. Это мёд со сметаной. Просто мёд. Вот, к примеру, кто-то себе вот так оформил турецкий завтрак. И здесь так же есть магазин, где можно купить инжир сушёный, чипсы, хлеб. здесь вот пасты, сладости, варенье. И здесь очень много, очень много видов колбас и сыров. эти колбасы подают на завтрак. Вот, кстати, можно сначала попробовать здесь и после уже с собой что-нибудь прикупить. сколько видов. Вот, как видите. И сыры. Твёрдые, мягкие, разные. А в этой стороне оливки. Изобилие всего оливки. и здесь также есть столики с этой стороны и снаружи. Место называется Намли. Намли Герме Каракёй. Вот, и также столики снаружи. А вот здесь вот набережная. Сейчас пройдём на набережную. Здесь можно увидеть дворец Топкапы. И сейчас пройдём на набережную. Вот, чтобы вы ориентировались. Здесь вот есть Левент Бурек. Также Буреки. Намли. Харакёй. А с этой стороны находится Глёглы. Харакёй. Пахлава. Здесь ещё идёт строительство. Вот, дороги такие. И эта дорога, вот, если прямо идти, прямо-прямо, то она ведёт Галатапорт. Новый порт Стамбула. Галатапорт в этом районе. Вот, прямо нужно идти. в эту сторону. А мы сейчас пройдём на набережную. Хочи, милим. Вот, отсюда можно уже увидеть дворец Топкапы, Ая-София и набережная. А, кстати, здесь есть мечеть. Давайте сейчас пройдём. Мечеть, которая находится под землёй. Вот она прямо так и называется. Ер-Алте-Мечеть. То есть, под землёй. Попробую зайти, если получится. И сейчас я зашла вовнутрь. Здесь мужчина совершает намаз. А вот такая мечеть, как видите, такая низкая и под землёй. Первый раз в таком месте нахожусь. Темно, и, ну, она довольно большая. Вот, посмотрите, в эту сторону можно пройти прямо. Не видно, из-за того, что темно. Камера не передаёт. Шёпотом говорю, чтобы не беспокоить людей. А, сейчас прямо пройду, посмотрю, что здесь есть. А, здесь написано, что для женщин намаз в этой стороне. Нужно пройти направо. Здесь вот мужчина совершает намаз. А, здесь ещё есть другая дверь. Видимо, в другую сторону. Вот в Стамбуле разные мечети есть. Ну, то, что под землёй такая мечеть, первый раз здесь я нахожусь. А, здесь вот для женщин комната. Дворик перед мечетью, вот подземельная мечеть. Вот здесь вход. Очень интересное место. И продолжаем прогулочку. сейчас выйдем на набережную. подземельная. Здесь, кстати, вот мужчина, художник. Он рисует портреты за 15 минут. если захотите, портрет вот здесь он сидит и написано вот даже, что за 15 минут рисует портреты. Здесь, как видите, есть банкоматы прямо на набережной, если вдруг понадобится. и вот такая набережная шикарная, с шикарным видом, с которой видно достопримечательности Стамбула. Основные вот Топкапы, дворец Топкапы, Ая-София, Сулеймания вот в этой стороне. здесь можно даже купить чай. Турецкий чай. Такие скамеечки вот и шикарное море. Топкапы, Ая-София, Голубая мечеть здесь вот немножко можно увидеть вот эта вот станция Харакей, причал Харакей и вот это Сулеймания. Сулеймания, где находятся также гробницы Султана Сулеймана и Хюрем Султан. Галатский мост. В общем, все отсюда видно. Мне очень нравится набережная именно которая здесь, в Харакей. Здесь азиатская часть Стамбула. вот так если прямо сейчас пройдем, то уже дойдем до Галатского моста. Галатский мост впереди. Здесь продают Балахакмек. Парни постоянно они здесь продают свежий Балахакмек. Скумбрия в лаваше. По цене скумбрия в лаваше 25 лир. Паром сейчас останавливается. Здесь я уже снимала тоже не один раз прогулочку. Давайте посмотрим, что сегодня здесь происходят туристы. А вот это место тоже такое интересное. Столики вот такие вот интересные в восточном стиле. И здесь готовят газлеме. Вот женщина готовит газлеме. А вот мужчина продает мороженое турецкое дон-дурма от мужчины вот с усами. А здесь салеп турецкое кофе. А здесь готовят вот газлеме. Стоит 15 лир. И компир. 15 лир газлеме и компир картошка фаршированная 30 лир. Здесь вот можно увидеть то, хорошо. Все наглядно видно. А здесь вот компир. На набережной рестораны с террасами. и здесь указаны цены. Вот меню и можно увидеть цены. кафетерия. также также указаны цены. Хорошо, когда вот есть баннеры и указаны цены. Одесса ресторан. Также есть террасы. На самом деле на террасах очень классный вид на набережную. И здесь вот цены. Рыба, мясные блюда, кафетерия. об блюда, ваш и б特 fre И вот почти дошли до Галатского моста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова